МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 порядка на 157,8%. По вводу жилья введено 55,3 тысячи квадратных метров против 54,9 тысячи квадратных метров прошлого года с ростом на 107%. Объем строительных работ произведено на 8,8 миллиардов тенге против 7,8 миллиардов тенге прошлого года, что составило рост на 113,3%. По обращению граждан, которые писали мне в чат, в сайты Акиматы города Семей, также населенных пунктов, из них с населением города было проведено 136 встреч, с населением сельских округов и поселков у нас 42 встречи. Здесь, согласно вот этих встреч, в целом с прошлого года мы начали разработку программы среднесрочного и краткосрочного характера, то есть до 2026 года, где мы собрали все проекты и вопросы относительно тех вопросов, которые были заданы, которые мы видим по развитию инфраструктуры и по всем направлениям, направлениям города и населенных пунктов. В целом хочу сказать, что также была сформирована социальная карта рисков нашего города, которая требует финансирования из бюджета. Были подняты 199 вопросов, это только по результатам наших встреч этого года на общую сумму порядка 34,2 миллиарда тенге. Всего по инфраструктуре относительно тех обращений и состояния изношенности наших сетей, инфраструктуры и так далее, были у нас сформированы проекты на 252,5 миллиарда тенге, которые сейчас тоже корректируются. В целом это будет где-то 260 миллиардов, это без строительства новых тепловых источников. Но из тех вопросов, которые мы отрабатывали, это 199 вопросов, которые вы задавали мне, вы задавали нашим депутатам городского и областного мастер-хата. По стрем вопросам обеспечено финансирование полным объемом, это 17,1 миллиарда тенге. Это по тем государственным программам, которые у нас имеются в стране, мы по этим государственным программам уже наши проекты были разработаны, и по ним уже обеспечено финансирование, соответственно, на предстоящий трехлетний бюджетный период. По 40 вопросам средства выделено начало реализации мероприятий на общую сумму 11,4 миллиарда тенге. По 39 мероприятиям на разработку проекта смертной документации и проведение экспертизы предусмотрено 184,7 миллионов тенге. И для решения 12 вопросов при уточнении бюджета будут выделены средства порядка 82,5 миллионов тенге. И по 5 проектам текущего года имеют потребность порядка 5,5 миллиардов тенге. Это те проекты, которые уже начали реализовываться. Но все вопросы, которые были подняты, они всегда у нас анализируются. Соответственно, вы видите по годам, вот начиная с текущего года, мы планируем порядка вопросов субсидирования и так далее. По строительству жилья 11,8 миллиардов тенге выделено полностью, в основном по зону застройки Харагалы. Сейчас работы ведутся. В целом хочу сказать, что в планах этого года по вводу жилья у нас планируется ввод порядка 260 тысяч квадратных метров, что составляет порядка роста относительно прошлого года на 30%. Это означает, что мы уже приближаемся. Если соизмерим и брать строительство жилья только за счет бюджетных средств, если ежегодно у нас выделялось порядка, ну не ежегодно, начиная с 2021 года, у нас появилась пропорция, это в целом по восточно-казахстанской области. Выделение средств по городу Скаменогорск всегда было выше, но начиная с 2021 года уже выделение средств по городу Скаменогорску и по городу Семи из республиканского бюджета стали выделяться одинаково, то есть по 9 миллиардов тенге. Сейчас у нас идет хорошая динамика роста строительства жилья по коммерческому жилью. То есть наши предприниматели начинают строить жилье, то есть по привлекаемому объему к институту мы на следующий год достигнем того, что у нас объем строительства жилья как по бюджетным инвестициям, она будет равна тем же объемам по коммерческому строительству. Поэтому есть хорошая заинтересованность. По объектам строительства школ. На этот год предусматривается 0,1 миллион тенге. Это получается на разоборку проекта смертной документации. В целом имеется у нас потребность строительства еще пяти школ для ликвидации дефицита ученических мест. В этом году уже две школы нашего города примут наших учеников. Это новая школа Степной и Восточная. И также в планах еще реализация четырех проектов, два из которых на сегодняшний день проводится разработка проекта смертной документации. Думаю, в августе месяце она выйдет с государственной экспертизы. Это потребность школы в Караганах на 1200 мест. Там нормальные дороги. Такая же ситуация была в 2010 году. Отремонтированы 33 улицы. И это те же улицы, которые у нас были асфальтированы. В 2021 году, в прошлом году, в целом было отремонтировано 62 улицы. Из них новых 27 из 30. И 3 улицы от тех, где у нас были положены асфальт. Также проведена планировка проезжей части с подсыпкой ПГС и щебня на отрасли улицы, к которой мы готовили основание под асфальт, работы этого года. Теперь в планах этого года, это получается, ремонт порядка 100 улиц. Вы видите динамику. Из них 43 улицы, это те, которые не были в свое время асфальтами. Итого, по результатам проведенной работы этого года, у нас в дороге в хорошем состоянии составит всего 53%. В прошлом году она составляла по результатам года 38,1%. То есть имеется очень большой пласт работы. Мне часто задают вопрос, почему те работы, которые мы проводим в этом году по асфальтированию улиц, мы не делаем их полностью, то есть с обеспечением тротуаров, с обеспечением освещения и так далее. Мы освещение проводим параллельно вот те 32 улицы, которые в прошлом году провели агрегировки и так далее. Мы постараемся осветить, благо, что реализовалась программа в прошлом году по ЭБРР, где мы 60, я сейчас в дальнейшем покажу, 68 новых улиц мы осветили в прошлом году. Теперь остается то, что мы сейчас в первую очередь пытаемся обеспечить проезд, то есть разбить основные улицы. У нас дороги приходят негодно, потому что транспорт у нас есть только по одним и тем же дорогам постоянно. То есть параллельно дороги, то есть улица, они менее загружены, потому что там невозможно проехать. Соответственно, она вызывает неудобства, как и наших авторюбителей, так же по проезду общественного транспорта. Соответственно, мы приняли решение, вот хочу привести пример по улице Парковинка, которая у нас сейчас разгружает немного улицу Хаванбаева, так же улицу Кошкинбаева, которая сейчас я уже сказал, которая разгружает улицу Ускаменогорская. Вот так же все дороги, которые мы планируем в этом году, это новая дорога, это будут в первую очередь разгружать те улицы, которые необходимо параллельно разгружать основные. Тогда у нас, да, в этом случае мы обеспечиваем проезд, но пешеходной зоны у нас, к сожалению, пока нет. Но по тем дорогам, где мы проложили в этом году асфальт, мы уже дальше будем догонять, то есть делать и тротуар. В этом году мы по трём улицам уже начали делать, конечно, всё зависит от финансирования. И вот это обеспечение праздничной части и распределение транспортного потока, если мы сейчас будем делать, тогда параллельно, соответственно, у нас появится возможность, и это обязательно порядок, мы должны будем дальше уже отрабатывать вопросы по тротуару. Поэтому эта работа у нас на контроле. Если делать его в комплексе, как мне говорят, тогда мы, конечно, потеряем много времени и средств. Вот если, скажем, одна улица стоит около, скажем, 500 миллионов, я говорю условно, может, больше будет, меньше будет, зависит от его протяженности, ширины и так далее. Я за эти деньги сейчас делаю три улиц, обеспечивая проезд. В этом случае мне приходится из трёх делать только одну. Поэтому для того, чтобы немного обеспечить проезд транспорта и немного сблизить общественный транспорт в те места, куда она сегодня доезжает, и вы пешком доверяетесь, и у нас появляется неудобство, конечно, через там кварталы, в нормальной проезжей части, где у нас установлены остановки, мы посредством метро, как раз я много встречаюсь с населением в микроволюционных улицах, по приглашению наших жильцов, туда уже сейчас уже возникает вопрос установки знака безопасности, который мы обязаны делать и делаем, и, соответственно, это не просто делаем, и, соответственно, мы должны делать все вопросы, но только мы собираемся, чтобы не было выражено, поэтому я доставлю меня. И мы же пользуемся так, что мы не сможем с тобой, потому что, если мы с длительной курсом, то когда дело было бы с длительной курсом, то что мы с длительной курсом, то я уже скажу, что это наша, Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... На данный момент является отсутствие финансирования. На первой нашей встрече в марте этого года вы говорили о том, что конкурс будет разыгрываться в следующем месяце. К сожалению, прошло уже достаточно долгий период, и мы все еще ждем конкурса на проведение социального заказа в условиях полустационара для детей с неврологическими и психоневрологическими патологиями. Продолжение следует... На сегодняшний день по городу имеется порядка 2200 ребенков. И оставлять их никуда, и все родители, в основном мамы, сидят с этими детьми. Оставить негде. И проведение обучения тоже получается. У нас недостаточный месяц для того, чтобы сделать. Я вам, да, обещал, что будет проведенный конкурс. Это проводится в области. Она должна была проводиться, вы должны были участвовать. Но, к сожалению, сейчас, я думаю, в связи с этой бюджетной политикой, которая у нас идет по разделению этих двух областей, немного что-то вот эта работа у нас не пошла. Я думаю, в целом, после того, как в нашей области будет свой бюджет, вот с августа месяца вот этот вопрос уже должен будет завершиться. Я думаю, в первую очередь, это те наши предприниматели, которые работают именно в этом направлении, по заказам, вы будете уже в полной мере участвовать. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то сроки ожидания? Сроки ожидания мы сами ожидаем. Мы сами ожидаем. Есть много у нас вопросов, которые мы ждем с решением данного вопроса. Касается, вот, ваше направление касается, оно и образование по потребности необходимо, по заплате учителями и так далее, есть образовалась определенная потребность у нас по городу, семей, которые должны решиться при разделении области, соответственно, перехода и образования нового бюджета нашей области. Я думаю, где-то, если в сентябре, в сентябре уже должно все это зарегистрироваться по нашей области, но с учетом того регистрации процедурных моментов, где-то этот вопрос, наверное, продлится до сентября месяца. И нашей проблемой является то, что периодически раз в два месяца подвальное помещение соседних подъездов затапливает. В связи с этим затапливает и наше подвальное помещение, где у нас находятся кухня и складские помещения. И это приносит определенный дискомфорт, потому что мы вынуждены за свой счет каждый раз вызывать канализацию для откачки канализации в соседние подъезды. И это не просто прорыв труб, это прорыв канализационных труб, то есть все нечистоты идут к нам. Мы не раз обращались в жилищно-коммунальное хозяйство, и, к сожалению, этот вопрос не решается. Нас так и продолжает топить нечистоты. Ну, в данном случае, значит, коммунальное хозяйство, Аман Тайхардович, причина в чем может быть? Причина может быть дозеноса этих канализационных труб, может быть, его разуклонки и так далее. Может быть, если проблема в самом подвале, здесь необходимо ответственности тех жителей, которые там находятся. У вас есть оси либо ПТ, либо КСК, сейчас время перехода на другие формы управления продлено на один год, и в данном случае, если причина там внутри, необходим будет тогда жителями, представителям КСК эту работу проводить вместе с вами, этими жильцами тоже. Второй вопрос, если она находится наружу, вообще технические условия даются от первого проводца, ну, независимо от того, что она является теплооснабжающими колодцами или канализационными, или водоснабжающими, если она там из-за, скажем, заселенности этих сетей, либо маленьким диаметром, она тоже самая, может быть, уже с увеличением определенной нагрузки на эти сети, она идет обратно, тогда тут второй вопрос, пусть наши специалисты выяснят, и потом вам дадут разъяснение, если касается подвальной части и касается ответственности жительцов, необходим тогда будет вот этот ремонт работы вам провести своими силами. Дима Сгагарина подниматься по лестнице, к сожалению, для людей с ограниченными возможностями здоровья, там нет никаких абсолютно условий. Там вот эта площадка, да, большая, в чьей она собственности, кому она принадлежит, есть ли там распределение... Она в собственности города. В собственности города, ну, в собственности города, тогда, если мы хотим в кратчайшие сроки это сделать, я думаю, совместно с бизнесом, в принципе, эту работу сделаем. Я думаю, вы сами тоже поможете. Бай Ахмет, бақчан кәкенкажылынон жылық есеевін тұңгадык, мухият тұңгадык. Ага, жылық ебесееме сен. Янді частарджан айтып жатым, неменеу, ажда езде ратнан бірі каузислий кайтын келеді, бөйткенману, халыппен кездесу деген, ось жылдан жылға чаксы, чолгаго ойлып кенешттен дүния. Телевизор аркылда, бұкарабарат кұрал аркылығы, халак кулактан и естеп билип срактару боса вовсенда чин алип айтыбчат от кулуито жакс нэссе аленда аждагерзе астакалдар дегензи ото нырмэн чакши боса калаяками чакшу мистерцет са чакшылан айтыртта кемшигу боса ону да 500 грамм айтыдым халак сонтам нэки сизге гел брашу мистерсал беткан бис көріп одырмыс мен өзім нау өксу айтын деген аудын дадам сонда чар келді чолға бүкін чолдың бойына чол джасалды халық кересе енді біздің арыжағымызда ақсары деген аймақ бар олда қолға алын жатқан естеп жатырмыз джен ақсарыға шоғы бұл салымса дейміз итон онда да кірка енул қорты болға жатыр өлді құрып жатыры өкін өкөөкінің өліп жатырмыз мені кәйтейін деген жеке көріп жатқану қаламыз көе мұрдық қалықтың риса бөжеттіңі сәлгейді бізді бізді Мы на самом деле чувствуем много интересных людей, Что когда мы думаем, что мы открываем по культуре, Что если мы выявляем, мы будем исследовать конкуренция, Что мы выдали вőtte Wirya, Какığımız-то которым мы видим, что мы видим из-за современных людей, В будущем жители, которые жимызмел, Мы видим историю, а также мы рассказываем, Ориентированность, которые мы говорим о жизни, Мы говорим о том, что в мире ходят в течение времени. оборваться оборудоваться олари не волну керектер дейтроганмен сизден чеки кавалдауны за болотнен сосуды чеки бурган дозунгавл хабалдауны болотн ескерп осу чиндасты дерген кезде ковнеси чеки бастын сураган ковнеси чеки кездесуде чешуду сунамын альдаровақтада кызметтіне табыз кызметтіне табыз кызметтіне табызлийміз халп сіздерден халықтан берге жұмыс төрлеріңізді аңызып күтіп отырады рахметтіне төрлеріңізді аңызып күтіп отырады жер бар енді ақсарыңыз көрін жеткізетін о жерде аялдама да бар әрине оның кейін о жерде тағы бүрлік үлкен жоға бар қыс кәсіратын бұлзып електроқватымен қандамасыз жұбасы жалпы ұжыз ер біздің негізгі қала бойынша жекке секторді ға кезекте тұрғын еңге мұктаж болып тұрған Қирді бөліп, оның жеді бөліп бүрі үшін бірінші ой жерге инженер кентіраққуын жасалы көрек суы тартылған, КОНЕЦ Меня зовут Махсат Кайрвикович, я работаю в колледже радиотехники и связи. Во-первых, позвольте передать слова благодарности от родителей, от студентов, преподавателей. Дело в том, что наш корпус учебный находится здесь по адресу улица Чилицкинца, 46, с 2007 года. И все это время у нас была там очень ужасная дорога и сложные условия. В этом году наконец-то дороги сделаны. И хотим поблагодарить вас и вашу команду и тех, кто укладывал эту дорогу. Спасибо вам большое. И дело в том, что наш корпус, он не только учебный корпус, он сейчас с января месяца стал центром компетенции региональным, где у нас обучаются не только студенты, летом мы принимаем школьников в наш летний лагерь. Принимаем работников организации, проводим для них мастер-классы. И также с этого года наш центр компетенции стал тренировочным лагерем для подготовки студентов к мировому чемпионату. И у меня вот вопрос, есть ли возможность установки ограничения скорости на участке дороги, к которой примыкает наш корпус, и установки, ну, планируется ли установить освещение по улице Чилицкинцев? Спасибо. Хорошо. Значит, если дорога сделана, в этой скорости мы это обязаны сделать, в этом году сделаем. А насчет освещения, сейчас я не помню, вот эта улица, по-моему, наверное, по ЭБРР. Мы в этом направлении все улицы, где мы делаем дорогу, включили барлы. Есть, есть. А, есть. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо за просмотр! В этом году в 2007 году они были созданы 20 секторами, но именно детская площадка, у нас уже были качели, сыргана, сыргана, темырлеры тесливы, а у нас осталось. А так у нас они еще есть, это один из тех, кто вы Natур. И я говорю о том, что там есть 18-18 лет, но мы с вами много 20-летних, 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 24-летних, 40-летних, но так же очень много архитектуры. Генеральный демократик получился такой еще один отчёт. Но мы не знаем, что thrilled by the man who entered the city's house, но мы не знаем, что первый и первый. Мы проверили, что этот средний город будет скрыть и наслаждаться. В этом году мы продолжаем судьбу, что на самом деле просто мы все выслушали, мы провели 14 этажей. Спасибо вам. Во дворе нашего дома начато строительство пятиэтажного дома, который вообще фактически там негде поставить. На дворовой территории ведутся работы. Дело находится в суде. Мы уже обращались по этому поводу. Тем не менее строительство продолжается. В данный момент сегодня работают краны. Тяжелая техника по нашим тротуарам перемещается, которые мы собственноручно за свой счет в общем-то ремонтируем. Мы не можем никак добиться, не просим никаких материальных вложений. Мы просим навести порядок по этому вопросу. Да, разобраться, потому что у нас во дворе третья школа. Много очень нарушений с этим строительством. По теплокоммунэнерго идет нарушение, потому что там идут трубы, подводимые к нашему дому. Там вообще уже идет захват территории, которая в принципе заявлена строительство дома с дворовой площадкой, с паркингом. Вот такой у нас наболевший вопрос. По вывозу мусора господином Мельниковым. Все наши дома по Мамай-Батыра и Кбанбай-Батыра оборудованы мусорокамерами. С января у нас вытащены перед каждым подъездом, то есть перед первым этажом, перед окнами первого этажа, чтобы все понимали. Просто стоят контейнеры. Ставить площадки мы не можем, у нас нет территории, потому что мы несколько лет просим детскую площадку. В этом году мы вроде бы попали, что у нас детская площадка будет. Ну и теперь образуется область, и мы опять, видимо, на непонятный срок этот вопрос не решим. Мы обращались с вопросом, в Акимат я лично составляла обращение, ничего не решено. То есть как у нас стояли контейнеры, они отказываются их заносить в мусорокамеры. Хотя по проекту дом такой, все дома. Вот. И уйти от господина Мельникова мы тоже не можем в другую обслуживающую компанию, потому что не можем понять. Вот монополия. Все. Мы не можем вот этот вопрос тоже решить. В принципе, я в курсе этого вопроса. Там в свое время неправильно было выделено земельный участок. Я разбирался по ПДП. Там нет территории среднеэтажной застройки. Действительно, там уже антикоррупционная служба подключилась к этому вопросу. Там надо приостанавливать. Мы с ГАЗом отработаем все эти вопросы. Приостанавливать? Да, да. Однозначно, там незаконно это строительство. Поэтому там... Это объект будет... В свое время, с целевой назначением, там был стекольный, там пункт стеклотары был приема изначально. Потом взяли, поменяли земельная комиссия для строительства жилого дома. По ПДП там не проходит. Поэтому сейчас вот в рамках последних событий тоже... Так у нас архитектура здесь, да? Если объект строится незаконно, она будет остановить. Я думаю, она... Сейчас мы должны проверить звучные налии. Это нагрузка на этих сетях. В принципе, эти сети, это построено 40 лет назад, им уже полвека. И они построены именно на ту нагрузку, которые были утверждены на генплане тех лет, которые не предусматривались строительства этих домов, о которых вы сейчас говорите. И до этого, наверное, лет... В течение этих 50 лет были построены. Но если они сейчас плитык могут обеспечивать, сейчас может у вас действительно получиться большая проблема. Я думаю, вот эту проблему иметь вы не будете. Мы... Я обещаю вам разобраться в данной ситуации. Объект приостановлен. И надо будет пересмотреть там условия выдачи технических условий, как электроснабжение, вода и техпоснабжение, когда водоотведение. Мы все это посмотрим везде. Если не соответствует сейчас практике, если у нас не обеспечивают сети, мы их не выдаем. Если выдаем даже, мы там предусмотрим замену этих сетей с увеличением диаметра трупа тем сетям, о которых вы сейчас говорите. Я туда направлял вообще-то, по-моему, эту комиссию. Они приостанавливали, начинали. Ну, если люди нагляют, придется по-другому. Спасибо вам большое. Да, вот здесь. Наталья Анатольевна, да? Вот здесь, рядом. Вот здесь же мы были. Вот только что задали мне вопрос насчет того, что школа, территория школы, имеется огромная территория, которая на сегодняшний день заросшая, невлагостроенная. На это 29-й. То же самое здесь, да. Здесь тоже самое, такая же ситуация. Здесь у нас имеется футбольное поле, там элементы, там стрит-воккаута и так далее. Ну, есть огромная территория, где действительно можно сделать зону отдыха, которым пользовались наши жильцы. Ну, дети у нас, в общем-то бегают. Было поручено нашим специалистам, чтобы сделали обследование этого участка, чем бы мы его наполнили. Тогда вот этот кусок участка будет для вас и местом отдыха игр для детей, и для вас также. В принципе, зона зеленая. Это первое. Второе. Вчера мы встречались с предпринимателями, которые занимаются застройкой многотажных жилых домов коммерческих. И у вас в этом направлении... Еще адрес полет не доступен? Еще адрес полет не доступен. Сквер. А, вот этот... Опытный экспериментальный завод. Опытный экспериментальный завод. Опытный экспериментальный завод. При союзе, который сейчас тоже находится в запущенном состоянии. И вот 343-й квартал, здесь тоже эти предприниматели показывают мне свои замельные участки, которые они выкупили под строительство многотажных жилых домов. Это будет возле тех 9-этажных домов, которые будут также благоустроены. Я думаю, здесь будет хороший микроорганизм. У нас все 5-этажки. Нет, там у вас есть 5-этажки, есть и 9-этажки, двери. На 343-м нету ни одной. Ну, знаете, плохо знаете вы. Я сам видел. Я там живу. Я сам видел это. Потом, вот эти ребята, как раз мы там посмотрели, вот этот скверик, они готовы там провести, ну, привести его в нормальное состояние. Ну, там, вот эти 5-этажки, конечно, им было бы удобно, если они сделают. Это будет не из бюджетных средств, а из средств предпринимателей. А здесь, я думаю, мы, я после совещания, конечно, уточнюсь, что они здесь собираются сделать. В данном случае было предложено, либо мы перевертаем это имущество, передаем в отдел образования с баланса на баланс, либо они отчуждают дальноземельный участок в пользу города, и мы его делаем, ремонтируем и обратно передаем в отдел образования. Подобные у нас сейчас потали, да, озерки, и здесь то же самое. Сейчас мы, и в этом году, если мы начнем эту работу, она будет у нас некачественной. Поэтому я лучше обещать на этот год не буду. Самое главное, нам надо разработать концепт ее развития, и включим тогда бюджет следующего года. Краснопильщик дорогу заасфальтировали. А это, вот знаете, я на машине ездила, прям смерила, ровно километр. Она когда-то была, конечно, это асфальтированная, но она так убитая. Вот между частным сектором и 342-м кварталом, там километр всего этой дороги. Она разбитая, ужас. У нас уже 342-й квартал, частный сектор, ну очень много, машины отбьются. Хорошо, хорошо. Я сейчас хочу сказать, что я рассмотрю от обороны до краснопильщиков. Разможешь? Ну все, большое спасибо. Я обычно сами езжу, смотрю, где мы будем левать. Большое вам спасибо. На счет. Все, вопросов нет? Я вступил в Катарнезгархмед. Кирийский здесь, конечно, я стал самым отползом. Кирийский здесь, я уже сниму. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok